Добрый день. Всем привет. Доченьки, где ваша лампа? Не знаю, у девочек наверное где-то. Школьная одежда так и висит, так мы не пошли сегодня в школу. Арина писала, первый класс, шестой класс, одиннадцатый класс. Она пошла, первый, шестой класс. Так, доченьки, вам стол раздвинуть опять на всю, да? У нас места мало, это вот стол. Ну вот смотри, вот лежит ноутбук и все. И места нету. Ну, надо раздвинуть его, наверное. Вот так можно. Так, губы идите поможете обе. И, доченька, стой. У нас мы сейчас Женечке обратно сделаем эти золотые оденем. Женя уже не может носить простые. У Сашеньки нормально. Сашенька, значит, пока с этими будет ходить, а Жене мы оденем опять золотые. У нее воспаляется ухо. Ни с того, ни с сего. Не может она носить вот такое. Ну, это, как это, серебро. Может, с серебрями нельзя носить серебро? Ну, наверное. А те у меня какие сережки? Там золотые. Сейчас оденешь обраки. Так, ну, болит. А где моя помада? Я к тебе в чекала помаду. Ну, в чекала. Я не знаю, возьми. Девчонки молодцы уже тут. Женя, Саша, видите, они тут уже постели заправили. Тут все на место поставили. Нет, мы только свои, это, Дарина, заправила. Да? Я так хотела похвастаться, какие у меня дети золотые. Молодцы прямо. Дариночка собралась собак кормить. Собак? А кого? Лишенька кушать собралась. Алина так и не ест с нами. Места нету, мало. Есть все место. Она, не знаю, всегда отдельно хочет кушать. Место будет немножко разбросить на весь стол. И в телефоне заседает. Так, ладно. Сережки молодые. Тома, сколько у тебя детей-то? Там один у Тома съедит, а я их катаю. Трое детей у тебя, а ты многодетная мама. Все, Томе-то уже некогда, видите. Девчонки делают уроки. Почему делаем постоянно, мне пишут, почему дети делают уроки на кухне. Потому что так удобнее. Иначе они оттуда начинают бегать. Мама, это что? Это как? А тут они читают, я говорю, да, нет, что-нибудь. Нам так удобнее. Мама, мама, смотри, я подписалась. Вот, видите, мама, мама. Вот, смотри, первая, вторая часть, третья. Вот, это первая часть. Да. Потом вторая, потом третья. Первая, вторая, третья надо нарисовать, да? Здесь написано. Стоять план сказки, запиши или нарисуй. Мы нарисовать хотим. Подготовь пересказ, все правильно. Значит, часть измельчай. Да, сначала первую часть прочитай, выдели главную часть и нарисуй ее. Вон, Саша, видишь, уже рисует. Саша, ты прочитала? Нет, что не знаю. И что ты рисуешь? Козла. Козла. Баран. Баран. План нужно составить. А что там было в плутишке кота? Там же сначала был кот, которого выгнали. Да, он съел сметану. Ну, а ты кого нарисовала? Баран. Доча, пожалуйста, вы сначала внимательно прочитайте, составьте план. Что сначала было? Выгнали кота, потом его пожалели. Баран и кот, а потом его простили, да? Да. Вот, значит, один, два, три. Его потом не простили. Как не простили? Ему еще что-то вырвали. Так, прочитайте внимательно, вырвали. Не вырвали. Так, ладненько. Я начистила уже картошку, морковку. Морковь у нас последняя, надо будет с погреба доставать. Я сейчас сначала сварю суп. Уже там разогрелась у меня курица. И все там приготовила уже для запеканки. Ну, для начала я сварю суп, а потом поставлю запеканку вовнутрь. Покупали мандарины, их есть невозможно. Они сухие. Прям вообще я и половинку ела, дети смотрю, бросили. Они прям внутри сухие-сухие. По поводу моей запеканки. Запеканка здесь аджика чуть-чуть. И соль, перец и майонез смешала. У меня, наверное, часа два мариновалось. И вот сюда потом еще всевозможные овощи, которые у меня есть. У меня здесь лук, морковь, картошка пластинами, помидоры, красный перец и обязательно чеснок. Посолила, поперчила, добавила прованские травы. Сейчас добавлю туда чеснок. Майонезом смешаю. Сверху выложу. У меня уже тут духовка включена. Накрою фольгой. Конечно, будет жидковато, но мы любим жидковато. Хотя надо, конечно, это все просушивать по рецепту. Ну, я не сушу. Мы любим так. Потом час примерно стоит у меня. За 20 минут, ну, за 15 я убираю фольгу, и она еще немножко стоит. Вот. Час, потому что картошка на самом деле готовится очень тяжело. Суп у меня готов. Мы прямо сейчас будем уже обедать. У меня гороховый суп. Это вот остались еще это от курицы. Ну, это все, конечно, пойдет. Это мы отдельно собакам. Это отдельно курам. Вот. Там остатки какие-то бывают. Потому что собаки это есть не будет, а куры будут с удовольствием. Девчонки все делают уроки. Ай, они уроки не делают. Ну, ладно. С детьми мы вчерашние уроки сделали. Нам уже прислали задания новые. Они сейчас отдыхают, смотрят телевизор. Открыли окна проветриваемые, поэтому их загнала на диван. Вот. И сейчас мы с папой все-таки поедем съездим в опеку. Нам надо. Вызвали нас. И приеду, будем делать опять уроки. Да, дочи? Пока отдыхайте. Мы делали вчерашние, а нам уже сегодняшние прислали. Да, вот у нас вот министра все так красиво. И елка тут и все украшали. Взяли мы тут все бланки для отчета. Еще надо будет написать заявление на вычет налоговый. До первого февраля надо будет сдать. Смотрите, прям как лес. Это вот, наверное, китайская роза такая, она так разрастается. Да? Красота какая. Ладненько. Надо было мне документы все взять. В Сибербанк надо зайти, а я документы не взяла никакие. Что-то отказать характеристики на детей отовсюду. В общем, отчет надо сдать. Ну да, сесть как попало и сидеть. Приготовилась у меня запеканка. Алина суп не стала есть, я подожду запеканку. Кстати, на запеканку можно сыр натереть и опять поставить. Фран, ты даже делала? Ну я маленький кусок сделала. Вы же сказали, не любите есть сыр. Но я его хочу съесть. Так, а что? У меня вот, видишь, сыр вот. Ну а я и смотрю, сейчас увидала. Алина моет. Пусть еще постоят немножко. Мы сегодня, знаете, старый Новый год. Дети не понимают, что такое старый Новый год. Вот. И сегодня мы купили с папкой крабовое мясо. Не было крабовых палочек. Ну просто мы уже не захотели езжать в другой магазин. И сегодня сделаем только один единственный салат. И это крабовый, вот такой. Без картошки. Хотя всю жизнь делали с картошкой. А все не хотят картошки. Как без картошки? Ну можешь почистить пять штучек и поставить варить. Алина не ест такой салат. Для заботы овощей. А мы что-то сейчас делаем, знаешь, с салатчиками. Для заботы овощей. С картошкой. Помнишь? Ну, можно, да. Но у нас типс нет. Нет, да. Включи лампу себе. Я хорошо вижу. А, так хорошо видишь. Какая ручка у тебя какая-то красивая. Включи лампу себе. Вот так написано. Где-то прислала. Нам такие красивые ручки. Девчонки разобрали. Все за кратком. Неужели, да? Девчонки прислали задание, да? Да. Я еще вчера сделала химии. Я сегодня такая вот. Расписание сменилось? Только понедельник. У нас у девчонок сменилось. Ну, ладно. Может, сменится. Может быть, да. У девчонок сменилось расписание. Я уже полностью заполнила. У нас ничего не изменилось. Тому помогает салат делать. Сегодня даже снимать нечего. Тихо, мирно живем. Настя, пойдем, не пойдем. Настя, пойдем. Что, дня? Доченька, дуем хорошо поспала. Надо нянчиться за ребенком. Одну что-то плохо. Я-то нянька ребенка. Ты нянька? Угу. Ммм. А няньки за ребенком следят. Ну, понятно. О, мам, чуть-чуть осталось. А ты кушать-то научилась варить, нянька? Смотри, яйца чищу, да, Тома? Угу. Чищу надо. А, доча еще огурец свежий. Девчонки, не все еще раз ели? Нет, там один остался. Нет, там один. Ну, вот, Дориночка, как раз помой его. Простели. Тут на голову. Я уже на муси читаю. Угу. 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 А кукурузу все кидаем? Ты можешь, Алина не любит кукурузу, блин. Ты можешь себе отдельно выложить, потом кукурузу только добавить. Пусть тебе. Я запеканку кушаю. Ну да, запеканку только взрослые едят. Дориночка, ты любишь запеканку мамкину? Да. Ну, как-то дети вот младшие не очень. Хотя Женя, наверное, ест. Ну, Женя. Ох, будь здоровано. Алина, сейчас так плечи сильно поднят. Вот так. Отпусти их вот так. Я сама, кстати, замечаю, что плечи прям поднимаю. Хочу опустить, и у меня прям начинает болеть. Надо уметь это стучать. Алина, ты знаешь, я чищу. Тома, встать на сидушечку, чусти. Я стукаю, а они не стукают. Ты сильнее стукнешь. Не слушай ты их. Все, будем салатик делать. А, развалились. А я так чувствую, если большие, а ты др-р-р-р. Угу. Тома, не слушай их. Да я же чужая. Ну. Ой, ты ловольная, как это так. У меня сейчас будет красное пятно. Посмотрите. Звук. Вот, выключай. Нет, никаких звук. Выключайте просто. Выключайте все. Ага, все. Пойдемте ложиться спать. Ой, а я мое кофе потеряла. С утра еще. Думаю, где мое кофе. Сидела тут, знаете, порола вещи. Не нужны. Да, Алина, будильник поставь, чтобы мы завтра не проспали. Сейчас все поставим будильники. Мама, мне я поставлю будильники. Нет. Смотрите, Саня все уже решила. Ты же вроде платья одевала, Женя тоже. Не хочу. Не хочешь? Ну, Алина, будильник, кстати, 8. Все у нас уже. На 8. Собак покормили. Кофе первым. Сегодня к Насте не ходили. Все поставим, да? Потому что мы отвыкли вставать, да? Я тоже маму поставлю. Ну, молодцы. Все. У меня будильника вообще. Я его еще везде. А на какое у тебя свое? Ну, в 7 встану пораньше. Да кому 8, по-твоему, встаем? А сколько мы встаем? В 7 мы встаем. У нас встанут 6. Зачем? Ну, чтобы успеть заплестись. Я тоже заплестись смогу. Если я заплестись смогу, тогда уже пойду вставку. А вы домой будете вставить? Ну, все, все, все. Мы там и просто гуляем. Ай, дайте пока говорить. За лопатками. За лопатками? У нас там лопатки. Все пока-пока. Подожди, а у тебя ледянка есть в садике? А лопатка? Для ледянки нет. Мама, мама, Алина поставила меня на 7 в 15. На 7 в 15, когда мы встаем? Ну, верно. Мы всем встаем. Алина, 7 в 15. Не долго, не долго. Все, давайте всем пока. Пока-пока. Я вставать буду, потому что будильник очень... Всем буду пока. Тома, тебя не досуществишь. Не остановишь? Да. Все, всем пока. Всем до завтра. Мы завтра в школу. Ура. Который раз мы уже это говорим. Все никак. Который раз мы уже готовы. Все а also мы тоже нащён все鉄у.